Приветствую вас в эфире нашего канала. И мы сегодня, как анонсировали, разговариваем на суперинтересную тему с очень интересным человеком. Мы продолжаем серию эфиров, в которых мы стараемся посмотреть на разные профессии с точки зрения бизнесмена, с точки зрения предпринимателя человека, который выполняет рабочие задачи в офисе. Ну, будем так грубо говорить, потому что все мы сейчас не только в офисе, но и в удаленном формате. И мы смотрим действительно на то, как работается в других профессиях, какие там есть приемы, какие там есть другие взгляды, какие там есть вообще фишки для того, чтобы подсмотреть их и перенести к себе. Сегодня мы говорим с известным российским кинорежиссером и сценаристом Иваном Твердовским. И перед тем, как мы Ивана увидим, я, наверное, несколько слов скажу про то, как мы можем его знать. Но, кстати, знаем его не только мы по работам, по киноработам. Мы видели наверняка конференцию «Класс коррекции», сериал «Люся», что-то вы смотрели точно наверняка, встречались. Но встречались не только мы. Иван один из самых награждаемых режиссеров и в России, и за ее пределами. Поэтому сегодня мы попросим его поделиться тем, как живет режиссер, чем живет режиссер, что происходит в его жизни рутинной, обычной, и позадаем вопросов, которые помогут нам понять параллели между предпринимателем, бизнесменом и режиссером, что мы можем действительно подсмотреть. Сейчас Иван появится у нас в эфире. Иван, вечер добрый. Добрый вечер, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Я надеюсь, наше общение сегодня будет довольно интересным для ваших зрителей, читателей, смотрителей. Буду стараться какую-то полезную информацию из нашей сферы передать. И рад всех приветствовать. Точно будет. Огромное спасибо, что пришли. Я, наверное, с места в карьер тогда сразу спрошу вообще работа режиссера, профессия режиссера. Когда мы смотрим на творческие профессии, нам все время кажется, ну, такой флер романтики там лежит, что это что-то очень интересное, что это очень творческое. А под словом творческое мы часто понимаем, что я делаю примерно то, что мне очень нравится, то, что я хочу. И в этом очень немного есть рутины. Расскажите нам, пожалуйста, из чего состоит работа режиссера, сколько там вот этого творчества красивого, а сколько там монотонной, рутинной работы. Ну, смотрите, на самом деле же мы же все там в детстве ходим в детский сад, в школу, рисуем какие-то картинки, занимаемся каким-то таким, ну, неким созидательным, значит, делом. Кто-то лепит, кто-то пишет, кто-то музыкой занимается. И в этом смысле кино наиболее дорогой вид искусства, потому что нас очень большое количество людей ему вынуждено привлекать для того, чтобы делать наше дело. И в этом смысле одно дело, когда ты создаешь какой-то видеоблог, ты можешь его самостоятельно вести и делать, и тебе там даже не нужна, в принципе, съемочная группа и какая-то особая техника, тут достаточно там мобильного телефона. В кино, конечно, все творчество всегда разбивается о вот эту вот огромную машину кинопроизводства, потому что даже если говорить про сегмент авторского кинематографа, не только там супербольших зрительских, коммерчески успешных фильмов, но и в авторском кино на одном фильме работает порядка 200 разных людей, которые участвуют во всех процессах. И это связано, конечно, с определенным бюджетом, сроками, некими пожеланиями заказчиков или субпродюсеров, соинвесторов, которые вкладываются в ваш такой проект. И на самом деле здесь возникает действительно внутренний такой диалог, потому что с одной стороны у тебя появился когда-то замысел, и ты довел его до какой-то степени уже реализации, у тебя там написан сценарий, у тебя собран даже, допустим, какой-то дримкаст. Но по факту вы начинаете заниматься кино, и те актеры, кого ты хотел, они, во-первых, могли тебе не понравиться на кастинге, или у них уже расписана занятость, или часто так бывает, что коммерческие ставки актеров, они все время растут, и, например, из твоего какого-то бюджета ты понимаешь, что ты не можешь позвать тех актеров, которых ты хотел. В общем, на всех, на всех этапах, просто каждый день, безусловно, есть такой определенный компромисс с тем, что вот сохранить и донести написанное на бумаге замысел, какой-то образ фильма, который ты задумал, до уже финальной реализации. И между этим проходит огромное количество времени, потому что кино снимается, как вы понимаете, не месяц, не два, и даже иногда не год. Это очень большой промежуток времени с очень большим количеством технической работы. И вот здесь каждый день действительно возникают задачи, где нужно сохранить элемент своего творчества, своего какого-то высказывания, но при этом соблюсти все производственные циклы. Ну, то есть, получается, действительно, и творчество, которое привлекает в профессии, насколько я понимаю, и большое количество рутины. Опять же, перекликается, мы сегодня весь эфир будем искать такие параллели, что у нас происходит в бизнесе, что происходит в творческой индустрии кино. Ну, и тут, кажется, мы очень пересекаемся. У предпринимателя есть идея, он хочет сделать мир лучше или какой-то продукт выпустить или в сервис создать для каких-то своих целей. Ну, и на пути к этому это длинный цикл, это большое количество рутинных задач, это тоже работа с командой, мы про нее сегодня поговорим. Должно быть прям много пересечений. Но вот если возвращаться к выбору этой профессии, насколько для вас было понятным, что вы станете режиссером? Когда появилась такая мысль, что случилось в какой-то момент? Слушайте, ну, у меня совершенно это неосознанно произошло, потому что я, наверное, сейчас вот спустя время так анализирую, что у меня бабушка работала в университете, значит, геодезистов, и она мне сказала, что у меня слабая математика, физика и все остальное, сказала, что меня не возьмет в свой вуз. А папа был кинорежиссером, который сказал, что я мало смотрю, мало читаю, поэтому тоже мне, значит, никуда не будет меня двигать. В общем, выбирая между двух огней, я понял, что, в общем-то, литература и кино мне как-то интереснее, чем физика и химия. И уже вот в этом узком сегменте как-то я начал, в общем, как бы стремиться к тому, чтобы назвать себя режиссером и вообще куда-то поступать на кинорежиссуру. И, наверное, уже поступив, там, спустя, наверное, только первый или второй даже курс, когда уже были сняты какие-то работы, появились там первые фестивали, какие-то маленькие кинопоказы, я только после этого начал понимать вообще, чем я занимаюсь и что мне это нравится, и что, в общем-то, какие-то советы отца или там мнения педагогов, мне уже в этом смысле хочется с ними как-то поспорить и вступить в какую-то дискуссию. Из этого начали появляться уже самостоятельные работы, и какое-то осознание того, что я режиссер, наверное, пришло там позднее всех на моем курсе режиссеров, которые учились. И плюс я еще планировал заниматься документальным кино. Я вообще думал, что там игровой кинематограф – это совершенно неинтересно, что там написал, вышел, все сказал, что сделать, и уходишь. Вот не игровое кино, а настоящее документальное кино – это вот интересно, что все непредсказуемо, неизвестно, чем закончится, кто герои, как это снимать и сколько снимать. Но жизнь тоже таким образом повернулась, что в игровом кино оказалось гораздо интереснее. И как бы весь этот мир меня догонялось как бы стильно позже, чем очень многих сегодня молодых ребят, которые там в 20 лет уже известны тем, что они сняли какие-то классные фильмы, сериалы, или там даже пилоты сериалов. У меня это произошло там как бы значительно позже. Вот. Поэтому мой выбор в этом смысле какой-то был, с одной стороны, совершенно неосознанный, с другой стороны, как-то меня эта волна все равно накрыла. И там спустя много лет я понял, что только этим мне интересно заниматься вообще, в принципе, в жизни и создавать кино. Вы кинорежиссер. У вас есть, соответственно, знакомые в вашей профессии. Насколько кинорежиссер – это определенный тип личности, склад ума, предрасположенность или отношение к чему-то? Объясню вопрос. Говорят про предпринимателей, что предприниматель – это человек, который способен выдерживать состояние неопределенности постоянно. То есть если тебе нужна стабильность, предпринимательство – не твой конек. То есть можно попробовать, но будет очень тяжело. И вот про предпринимателей некоторый, ну, такой психологический портрет можно нарисовать. Про режиссеров можно так сказать? А мне кажется, что очень схожие вообще вещи, потому что мы же работаем с большим количеством людей, и не только с нашими, там, самыми, там, близкий соратник-режиссер – это всегда, там, художник, вот, оператор-постановщик, продюсер, звукорежиссер. Но есть огромное количество людей, которые работают в команде на очень маленьких конкретных позициях. Ты постоянно переключаешься от какой-то большой идеи и замысла до какой-то мелочи, потому что, там, задержался какой-то транспорт, не приехала декорация, сломалась. Что-то нужно срочно перепридумывать, идею, связанную с этим. Это такая постоянная мобильность между разными задачами. То есть, есть какой-то уровень больших, там, стратегических задач, которые, наверное, если там что-то пойдет не так, то, в принципе, нужно менять в целом, ну, вообще, систему вот этого, ну, как бы, всего процесса создания кино. Есть какие-то средние и какие-то мелкие задачи, которые постоянно ты не можешь запомнить. То есть, ты, это всегда, вот, каждый проект, я смеюсь, и все мои коллеги смеются, что все планируешь до мелочей. Вы бесконечно сидите в офисе, там, как бы, проговариваете, проговариваете всякие нюансы, но наступает съемочный день, и что-то идет не так. То есть, как бы, съемочный день для режиссера, чтобы вы понимали, это такой самый активный период, потому что, во-первых, когда происходят съемки, все работают, как бы, в такой, в активной фазе. Это самая затратная часть нашего времени, нашего производства. То есть, каждый съемочный день стоит очень больших денег, и любой какой-то простой, что-то, что идет не по плану, это всегда вылет на очень большие суммы. Поэтому есть для этого такой большой подготовительный период, когда мы все за столом решаем, как и что мы делаем. Но всегда, вот, абсолютно всегда, на каждом проекте, в любом кино, причем не только в российском, но и в зарубежном, очень часто происходит, что есть какие-то вещи, которые меняют все равно некую специфику того, что мы делаем. Очень, на самом деле, перекликается вот из того, что я слышу. Если специфические термины закрыть, то это не съемочный день, а, например, там, релиз, или выпуск продукта, или рекламная кампания, то получается в ровно то же самое. Есть проект, есть планирование. Мы сделали хорошую работу по планированию, но в процессе все равно ловим за хвост то, что уползает от нас не по обстоятельствам, которые от нас зависят. Вот так выкрутимся. Немножко про вдохновение. Мы, поскольку думали с коллегами про фильмы, и у нас есть такая гипотеза, предположение, и разные отзывы мы собирали от знакомых и клиентов о том, что есть, ну, в особенности в творчестве, например, фильмы, которые вдохновляют тебя, ну, или вообще работы какие-то. Возьмем фильмы, поскольку мы про киноиндустрию. Есть ли такая работа, киноработа, можно свою, можно чужую, которая давит, наверное, на внешние, на работу другого режиссера, которая вдохновила вас на то, чтобы смотреть по-другому, делать что-то новое, идти в другое направление, по-другому взглянуть на какой-то процесс. А пока Иван отвечает, я попрошу у нас запостить такой опрос внутрь нашего чатика, где можно выбрать тоже, мы выбрали несколько фильмов, которые могли бы повлиять на вас. Если там есть тот, который вам откликается, выбирайте вариант. Если нет, то переходите в чат. У нас есть отдельный чат для вопросов. Кстати, вопросы мы тоже приветствуем, будем там подсматривать. Переходите туда, пишите, что вас сподвигло на другие решения, например. Мы будем смотреть. Если вопрос есть, тоже вопросы отправляйте. Возвращаю, Иван, вопрос про фильм, работу, киноработу, которая изменила, сподвигла, вдохновила. Ну, меня всегда, конечно, возбуждало какое-то авторское фестивальное кино, потому что, конечно же, это в первую очередь киноискусство, такое настоящее, которому меня, наверное, приучали с детства. И это никогда не мешало смотреть большие коммерческие релизы. Но, в принципе, когда я столкнулся с тем, что мои фильмы выходили в мировой прокат и в разных странах, я понял, что, в общем-то, это тоже отдельный огромный рынок. И на тот момент российский кинорынок не был так активно вовлечен еще во все мировые процессы. Это было действительно так интересно с точки зрения опыта. Но ты действительно понимаешь, что из тех задач, которые ты себе ставишь, помимо того, чтобы просто привлечь зрителя, который придет и развлечется, и заплатит деньги кинотеатру, все-таки есть задача думать о какой-то духовной составляющей и той составляющей, которую фильм все-таки фиксирует во времени. То есть мы же часто пересматриваем какие-то фильмы, которые для нас стали культовыми в детстве или в каком-то другом возрасте. Это фильмы, которые сняты уже больше 10 лет назад, но они живут и существуют. И в этом смысле этот рынок тоже, он очень объемный. Он существует за счет того, что фильмы, которые еще не успели войти в классику, но вот уже ей почти становится, приносят колоссальные доходы спустя 20 или 30 лет после выхода в кинотеатр. И вот именно такого рода кинематограф мне всегда нравился. И даже несмотря на то, что там появились большое обилие сериалов, ввиду того, что стриминговые, уже цифровые платформы вошли на рынок кинопроизводства, все равно какой-то такой содержательный, вдумчивый контент, он всегда для меня был гораздо интереснее. В общем, я стараюсь этому всему придерживаться и этим заниматься. Затронули немножко вопрос про то, что меняется инфраструктура рынка, появляются стриминговые сервисы, идет такой, неправильно сказать, перекос, но идет очень большое развитие сериалов. Если мы вспомним 10-15 лет назад, то это были некоторые пробы, а сейчас это чуть не основное, то, что потребляет зритель массовый на стриминговых платформах. Если посмотреть дальше в развитие и изменение технологий, мы внутри бизнеса очень много говорим про искусственный интеллект. В последние два года ни один, не знаю, эфир, конференция или что-то в формате дискуссий не обходится без этого вопроса. Мы говорим, что многие профессии, если не заменят, ну, не заменят, наверное, то они станут другими. Другое будет требоваться от человека, те рутинные действия, которые мы можем передать условному искусственному интеллекту, мы передадим. И вот такая трансформация прямо сейчас происходит и ждет весь бизнес, независимо от отрасли. Что говорят и как вы это ощущаете в киноиндустрии? Что сделает искусственный интеллект с кино и с сотрудниками индустрии? Ну, смотрите, очень же много вещей, которые связаны, вот все знают слово раскадровка, да, и понимают, что это такое покадровое, какая-то вот иллюстрация. Фильм, который еще не снят, раньше всегда для этого там мы нанимали, я еще застал этот опыт, когда, значит, нанимается какая-то девочка-художница или мальчик-художник, который сидит вместе с творческой группой, внимательно слушает и все зарисовывает. И за каждый вот этот кадр он получает какие-то деньги. И это такой очень длительный процесс. Это вот иногда занимало какую-то бесконечную, значит, ну, тоже в этом смысле были люди, которые это делают быстро, и они, естественно, на рынке были очень востребованы. Были вот разные дебютанты, кто старался быстро, но делал, скажем, не очень качественно. И всегда, то есть, ты подбираешь для себя своего такого раскадровщика, который будет с тобой работать. И это был совершенно привычный процесс для всех. В какой-то момент все-таки это действительно просто твой ассистент набивает текстом вот твой запрос, и через одну секунду ты видишь то изображение, которое тебе нужно. Это действительно, ну, то есть, просто исчезла профессия как бы раскадровщик, она полностью растворилась. То есть, нет теперь таких девочек-художниц, которые приходят и на бумаге что-то зарисовывают. И таких вещей много. Например, вот меня поразило однажды, потому что в кино всегда, то есть, в последнее время записывается чистовой звук. Это когда актер на съемочной площадке говорит какую-то реплику, и она не требует потом переозвучания на процессе уже постпродакшена. И вот эта доля чистового звука раньше тоже, она все равно была не стопроцентной. Это было там 40%, 50%, но это явно было не больше какой-то половины, потому что очень много все равно требовалось потом из-за технических вещей и это все переозвучиваться. То есть, то же самое, артист приходит там год спустя после съемок и в студии каждую фразу очень долго, он еще не может попасть в себя, он уже не помнит, что он там делал. И вы всегда, вот это было несколько месяцев, вы сидите в этой студии темные, значит, озвучиваете фильм. Сегодня вот нейросети, например, как бы, то есть, просто способны вычистить совершенно любой звук, даже очень плохо записанное, и то, что раньше было браком, сегодня это совершенно рабочий материал, все можно спасти. И переозвучание требуется только там, если где-то творчески хочется поменять что-то, то все уже освоили тот же процесс, когда просто буквально на там диктофон мобильного телефона тебе актер записывает реплику, он ее скидывает звукорежиссеру, и тут тут же там через пять минут ставят это уже в монтаж. То есть, вот эти процессы, которые занимали какое-то колоссальное количество времени, они уже стали в таком автоматическом режиме существовать. Вещи, которые связаны с компьютерной графикой, которая стоила там безумных денег, какой-то маленький шот, какой-то кусочек видео, сейчас это просто все совершенно по-другому функционирует. То есть, там было очень много людей, очень большое количество времени, вот люди остались, и, безусловно, это тоже сейчас занимает какое-то время, но все эти процессы, они там где-то упростились, просто, ну, как, не знаю, кажется, что там прям наполовину, как минимум. И очень много-много действительно в кино появляется таких вещей, которые сегодня, ну, люди разных профессий действительно теряют какую-то компетенцию, переводя это все в некое такое цифровое поле. Это позитивные изменения для киноиндустрии, или здесь есть некоторая доля печали, что люди там не нужны больше в этом формате, и нужно переквалифицироваться? У меня, кстати, нет никакой печали, при том, что я понимаю, даже так фантазируя, подразумевая, что там через какое-то количество лет не нужны будут режиссеры, потому что, опять же, искусственный интеллект сможет создать кино по определенному запросу. Но если это удобно, если это продюсерам удобно, да, это значит, это работает, и это приносит какой-то результат определенный. Поэтому я за. Интересно. Даже говоря про себя, про свою профессию в позитивном ключе. Ну, нам, наверное, придется переориентироваться на что-то другое, и в любом случае, то есть мы видим же, например, в зоне современного искусства и там медиа-арта появляются разные интересные проекты, связанные с искусственным интеллектом, где, условно, картины делают нейросеть, да, и это может быть предметом искусства, но все равно в этом смысле ценен автор как некий центр, как некий вот идейный вдохновитель этого всего. Поэтому в этом смысле я думаю, что просто в функции режиссеров немножко сместится в сторону такого креативного продюсирования. Это когда все производство замыкается не только на режиссере, но и на человеке, который несет уже прямую финансовую ответственность за тот проект, который он делает. Мы внутри, внутри BITREX24, говоря про копилот, у нас встроенный копилот на GPT-технологиях, тоже говорим про то, что это не формат даже замены, хотя в каком-то отдаленном будущем мы понимаем, что условно писать тексты такие же, как ты сейчас пишешь, будет несложно с использованием GPT. Сейчас уже можно там сформулировать нормально промт и получить текст, который очень близок к твоему или вполне достаточен для того, чтобы публиковать его в формате. И все больше такие процессы внутри появляются, но это пока помощь и ускорение. То есть если раньше я мог сделать там объем своей работы за месяц, то теперь я могу за неделю то же самое сделать. Мы смотрим, мы делаем внутри курсы и тоже смотрим на технологии по звуку. Потрясающая нейросеть работает, конечно, да, это очень круто работает. Смотрим на технологии Лепсинка, которая из кино, кстати, приходит, если я правильно помню. Вышку, фильм сняли с использованием Лепсинка и перевели на все языки автоматом. Вот тут Time to Market во все регионы. И это, конечно, потрясающие истории. И тут, наверное, тоже мы очень сильно пересекаемся в задачах и в использовании искусственного интеллекта. Так, отлично. Здесь мы посмотрели и, наверное, я хотел бы перейти вот к какому моменту. Цикл проекта у кинорежиссера длинный, как вы сказали. Может достигать нескольких лет. Как определяется цель вот на этот период? Начинается новый проект, вы выставляете цель. Какая это может быть цель, в чем ее можно измерить? Если мы говорим про бизнес, то чаще всего это финансовая составляющая, то есть цель бизнеса заработать определенную сумму. Вот он, финплан. Какая цель может быть у режиссера? Я понимаю, что не только финансовое, не только коммерческое кино там задействовано. Не только, безусловно, но крайне важное, потому что любое кино, которое мы создаем и делаем, нам все равно нужен зритель, который посмотрит его. Если зрителя не будет, то у нас и не будет никакого заработка, и не будет какой-то рабочей модели создания этого фильма. Поэтому, конечно, я, например, всегда начинаю с некого конца, я начинаю понимать, как, ну вообще, имея какой-то образ, только вот идеи, как я вижу фильм, я пытаюсь понять, вообще, кому он будет нужен, кто его будет смотреть. От этого я отталкиваюсь, вот примерно понимая возможности, значит, кинотеатрального проката. Дальше я понимаю возможности его распространения на стриминги и на цифровые платформы. Соответственно, от этого же зависит тоже история, ну, например, кинофестивалей в случае там авторского кино. Это влияет непосредственно на продажи на все мировые рынки. И вот оттуда, с конца, если начинать, то мы примерно понимаем какой-то масштаб и какой-то образ той модели, которая нам нужна для того, чтобы этот результат получить. И уже исходя из этого, мы понимаем какой-то бюджет, мы, соответственно, ищем возможности для такой вот реализации, либо это заемные деньги, либо это фондовые субсидии какие-то. Это бывает очень разное здесь, как и в бизнесе, во всем, все очень разные источники финансирования. И уже имея как бы в пакете как бы цель, значит, конечную и начальную точку, когда есть уже замысел, есть некий бюджет, мы начинаем производство. Это действительно большой путь, потому что он совершенно разнообразен. То есть, когда, например, там сценаристы работают, или я, например, могу быть одним из сценаристов, там в случае сериала Люси нас там было трое, и то есть, мы понимали, что за нашим столом, где мы сидим и сейчас решаем какие-то важные вещи, нам еще пока бесполезно переходить в стадию какой-то уже практической проработки, потому что, ну, иначе все потом придется менять и все будет не так, как мы хотим. В случае, если там режиссер выступает еще как автор сценария, то есть, это вообще очень сложно, потому что это все замыкается в одном человеке на этом этапе. От того текста, который получится, зависит дальше все. Это приводит в какой-то момент очень-очень сложно тут как-то не потеряться во времени, потому что история дедлайнов, она везде у всех одинаковая, потому что все нужно было сделать вчера, и тексты надо было заканчивать тоже вчера, и, соответственно, приходит момент, когда уже надо собирать съемочную группу, нанимать людей, потому что иначе вы ничего не успеете, и просто все производственные циклы будут уже потеряны. И когда сценарий вот приобрел какую-то форму уже такого какого-то предфинального вида, мы начинаем собирать команду, у нас, как правило, то есть режиссер и продюсер вместе формируют команду, бывает, что там сам режиссер настаивает на своей команде, бывает, продюсеры предлагают собственную команду, потому что есть уже какие-то наработанные взаимоотношения, и ты совершенно уверен в людях, с которыми ты работаешь, бывает, что и у режиссера свои люди, с которыми он тоже работает постоянно, и это уже проверенные люди. В этом смысле кино делится на разные департаменты, есть, например, художественный департамент, художник-постановщик у нас отвечает за все декорации, за все интерьеры, за все, как художественно это выглядит в кадре. В его прямом работе может участвовать практически 20 или 30 разных каких-то человек. Есть оператор, есть звукорежиссер, есть административный цех, который очень важен, потому что все локации, их нужно согласовать, найти, очень большой объем этого всего тоже. начинается кастинг, это процесс поиска актеров, когда ты думал, что это будет легко и просто, а по факту, ну или видел артиста, хотел его снимать, а он пришел совершенно в другом виде, там, не знаю, там, либо сильно постаревший, либо наоборот помолодевший, и это все там совершенно не подходит, и нужно заново искать, заново придумывать. Вот все вот эти процессы, они начинают как-то делиться, и режиссер принимает непосредственно участие в каждом из работе в разных департаментах, и тем самым идет уже какой-то более активный период подготовки, и когда вся эта подготовка заканчивается, когда все уже перепроверяется несколько раз, у нас называется это читки, это когда все департаменты приносят все данные по своим, значит, работам, все это сводится воедино, начинается съемочный процесс, который также заранее планируется по числам, по датам, все к этому привязывается, и это такой самый тяжелый период, потому что вся группа работает по 12 часов, у нас такой рабочий день всегда, это может быть подъем и в 4 утра, и в 5 утра, есть только там часовой обед, а чаще всего в последнее время все-таки у нас есть такая тенденция, что смены происходят с большими переработками, то есть бывает и 14 часов, и 15 часов смены, и это длится на протяжении там нескольких месяцев. Дальше, в общем-то, очень большая часть группы, она нас покидает, потому что, например, художники нам уже не нужны, все снято, и они ждут уже премьеры фильма, а впереди еще огромный целый этап создания, это постпродакшен, где нужно смонтировать, озвучить, все покрасить, сделать компьютерную графику, найти музыку, титры, очень-очень много всего. Это уже совершенно другая команда, которая собирается именно для постпродакшена. И когда уже в финале фильм готов, он показывается на разные площадки, на кинофестивале, там разным все продюсерам, там телевизионным каналам даже, и уже от этого происходят уже планы с точки зрения продвижения фильма. Звучит прямо как про бизнес, честное слово. Вот я все это слушаю, и ровно бизнес-цели. Мы сначала идем, причем такие очень грамотно поставленные бизнес-цели, что мы идем от конечного результата, что мы хотим получить, какая у нас аудитория, какой запрос у этой аудитории, что мы можем им дать, и там вот такая гипотеза, что это они воспримут хорошо, и дальше отталкиваясь от этого результата конечного, мы выстраиваем весь процесс, причем процесс тоже очень детально выстраивается. А где тут творчество? Звучит как сплошной бизнес. Вот самое страшное в этом всем, что действительно в таком огромном количестве задач нужно еще в голове держать очень много всего, что связано с тем, что ты задумал. Потому что это творчество, которое связано с большим количеством людей, ты не можешь сам пойти сыграть, ты не можешь сам пойти даже построить какую-то декорацию, потому что ты этого не умеешь делать, ты даже не понимаешь, как сделать так, чтобы это выглядело, как ты хочешь. Поэтому все это творчество, оно безусловно работает через большое количество людей, через коммуникации. Наверное, самый простой способ всегда, даже когда ты не понимаешь, то есть у тебя есть какой-то образ того, что ты хочешь увидеть, самое простое это всегда показывать конкретные референсы. В общем-то, я ищу картинки и видео, говорю, что мне нужно вот так вот в этой сцене будет происходить то-то, то-то, герои выйдут вот отсюда, пойдут вот там куда-то туда. И уже люди, когда видят картинки, начинают действительно говорить, а, я понимаю, как это сделать, давай сделаем это вот так. В этом есть момент, безусловно, когда ты видишь этот материал, когда все это постепенно воплощается в реализации, ты сидишь на съемочной площадке и видишь, как вот тобою задуманные какие-то нюансы все воплощаются на экране, конечно, много тонкостей, много работы, где ты и правишь артистов, и меняешь даже свет или какие-то вещи, связанные с художественным каким-то оформлением. Ты вообще не предполагал, что здесь будет музыка, а сразу понимаешь, что в монтаже здесь точно будет музыка. Вот. Все вот эти вещи, они, безусловно, параллельно кипят внутри, и, в общем-то, только режиссер-постановщик знает до конца, что он хочет, потому что каждый, делая свое дело, все равно не имеет какой-то цельной картины. То есть, режиссер здесь выступает таким абсолютным центром, неким дирижером, который сводит уже все вот эти инструменты, весь этот симфонический оркестр воедино и создает единое какое-то произведение. Если мы настолько похожи, говоря про организацию работы и процесса, давайте попробуем в какие-то лайфхаки и нюансы углубиться. Мы сейчас несколько раз затронули команду, что, во-первых, команда большая, у каждого есть зона ответственности, которую ты, как режиссер, можешь не понимать. Я там перевожу на генерального директора, условно, или я там основатель бизнеса, и мне нужно нанять человека, который умеет, не знаю, строить дома. Я не проектировщик домов, не строитель, у меня такой компетенции нет. И таких блоков внутри компании или внутри проекта режиссерского достаточно много. Как найти таких людей, вот сейчас попробуем поговорить, насколько вы лично вмешиваетесь в их работу, говорите, как нужно, да, вот там я нанял специалиста, потому что он знает, как нужно, но я ему все равно говорю, что я бы хотел по-другому немного. Как этот процесс построен? Вот найм людей ключевых, давайте с ключевых начнем, вот те, которые руководят направлениями. Ну, у нас есть, конечно, большая сложность для поиска любого сотрудника, у нас тут нет некого хэдхантера, и мы можем базу данных, потому что, как правило, люди, которые там как раз появляются, они не из кинобизнеса, они никогда не занимались кино, почему-то у нас до сих пор в кино так существует, что это некие связи, какие-то коммуникации, которые уже выстроились, и люди передают уже как бы друг другу разных таких специалистов просто из рук в руки. Когда я ищу именно руководителей этих цехов, конечно, я смотрю на фильмы, которые они снимали до этого, то есть я могу быть на какой-то премьере фильма своего товарища, режиссера, и вижу, что мне очень нравится художник. Я начинаю про него узнавать, кто это, что это, я с ним знакомлюсь или с ней, чаще это девушки у нас в нашем кино, и уже начинаю уже непосредственно проговаривать какие-то общие интересы. Если наши цели совпадают, то, конечно, здесь уже подключаются и все финансовые условия, то, какое количество людей ей нужно для того, чтобы создать свою команду и делать вот те задачи, которые возникают, но всегда, очень часто бывает, и у меня в практике так тоже было, что вы задумали одно, вы уже договорились, вы уже подписали договор и начали работать, даже начали снимать возможно, но ваши отношения разладились, у вас есть полное непонимание друг друга, и, конечно, здесь режиссер принимает решение о том, что нужна замена, и чаще всего вот под такого специалиста завязано еще очень большое количество людей, и это не просто замена одного специалиста, это замена целой цепочки, и, наверное, действительно есть проблемы с тем, как это сделать наиболее, ну, как-то безболезненно для процесса, чтобы не вставать по дням, не вставать по срокам вообще в целом, не... Ну, вот очень часто даже бывает там как бы в мелочах, сейчас какой-нибудь даже там вам расскажу пример, что вот художник там делал там закупки в конкретном, значит, в каком-то вот там вот, не знаю, там вот, ну, как бы, то есть, либо в магазине, вот, либо брал в аренду на складе какие-то вещи, и когда этот человек уходит, он, естественно, теряет интерес к тому, чтобы, значит, заниматься поиском дальше чего-то, и все эти цепочки нужно создавать заново, то есть, все эти аренды, все закупки, в принципе, у тебя лежит на складе куча какого-то барахла, но оно тебе уже не нужно, потому что новый человек, который пришел, говорит, мне это не нужно, мне нужно вот это, вот это и вот это, и отсюда, конечно, возникают некие дополнительные как бы траты, что мы не очень, безусловно, как и все, потому что это просто барахло, которое лежит, оно никому не нужно, и за склад нужно платить аренду, но в целом ты понимаешь, что даже совершая такую довольно грубую как бы перестройку команды, ты все равно в целом преследуешь интерес финального результата, что только с новым человеком ты сможешь добиться того, чего ты хочешь, и тот эффект, который ты хотел получить на экране, с ним может возникнуть. Вот тут прямо уточню, влезу в ход рассуждения, ситуация такая же, как и в бизнесе, как приходится принимать решение о замене сотрудника. Поделитесь, как это внутреннее решение у вас созревает. Есть там стадия, сначала ты думаешь, что что-то не то происходит, такое сомнение. Потом может быть стадия какого-то недовлетворения. Где та точка или что сподвигает вас принять решение пойти в эти трудности взамену цепочек, цепочек поставки, команды людей, которая говорит, все, дальше нет. То есть, нужно расставаться. Ну, это всегда тяжелое, конечно, решение. Всегда это какие-то уже такие кризисные вещи, когда ты понимаешь, что самое для меня всегда важное, что то, о чем мы договорились и то, как мне рассказывал человек, это должно быть так сделано. Это кажется очень каким-то простым, может быть, для бизнеса, но для нас, как бы для киношников, это как бы не всегда так очевидно. Бывает, ты там, о чем-то договорился, тебе показывают одни картинки, а в кадре ты видишь совершенно другое, вообще не соответствующее тому, что ты хочешь. И так тоже может быть. В этом смысле именно готовый результат какой-то, то есть, вот этой работы, а именно уже отснятый съемочный материал, он, конечно, в первую очередь про это говорит. И уже здесь, если что-то не так, то надо как бы отсечь какой-то эмоциональный уровень, понять, насколько... Есть же еще очень много вещей, которые можно исправить потом на постпродакшене, например, на графике, и что-то заменить, и поменять цвет, и какие-то детали даже добавить. Но есть какие-то вещи, которые уже там, ты совершенно уже с этим там ничего не сделаешь. Если это плохо, то это плохо. И вот допустить это плохо ты не можешь, потому что тогда вся твоя цепочка планов и той какой-то стратегии, которую ты закладывал для той же продажи фильма, для зрителей, которым ты все-таки рассчитываешь, что там придет посмотреть твой фильм, все это не сработает. Поэтому приходится принимать такие вот экстренные решения, но, конечно, отсеивать эмоциональный уровень, потому что очень часто люди просто конфликтуют, но по факту, в принципе, делают одно дело, общее, и... Просто не пьют вместе чай. Ну да, просто ты видишь даже, как свидетель, я как начинающий продюсер иногда вижу, что поругались, например, звукорежиссер и художник. Но ты видишь, что они работают, они делают свое дело, все это прекрасно выглядит, и это никак не сказывается на том результате, который ты хочешь. Самое главное, не упустить момент, действительно, когда ты видишь, что результат как-то трансформируется и трансформируется в худшую сторону. В этот момент нужно, безусловно, принимать какие-то решения стратегические. Переводя на язык бизнеса, мы тоже, говоря об этом, стараемся отсечь эмоциональную часть за счет результата работы, описанного. Вот KPI внутренний, вот результат, который должен выдавать человек. Если он у тебя условно не автоматизирован, в системе не просчитан, то есть ты не можешь посмотреть на цифры, которые производит человек, а опираешься на свое ощущение, что-то мне кажется, что что-то не так. Тяжело принять такое решение. Ты тут сомневаешься или можешь на самом деле принять неверное решение. А когда ты отсекаешь эмоцию, говоришь, мы договаривались вот о таком результате, он не получается. Давай либо поменяем сейчас как-то в процессе, либо нам придется совершить такую замену. Так же работает и здесь. Хорошо. Идем дальше в найм и в ключевых сотрудников. Мы посмотрели, что это в режиссерской сфере такая рекомендация. Сарафан, ты смотришь, кого тебе передают из рук в руки и насмотренность. Видишь работы. Но чаще всего бывает, знаете, когда тебе твои коллеги прям рекомендуют специалиста, а ты с ним встречаешься, начинаешь работать, и у вас просто не идет. И ты просто разводишь руками, даже не понимаешь, как так вообще произошло, и что этот человек может, и что он умеет, вы с ним расстаетесь, а через год, например, у него выходят новые фильмы, и снова тебе там твои товарищи говорят, что возьми этого, он очень классный. Это здесь очень много, конечно, какой-то субъективности, но я всегда все-таки отталкиваюсь от того, что нужно начать уже что-то делать. И слава богу, в кино у нас есть вот этот большой подготовительный период, когда человек уже начинает свою работу, он ее делает. В принципе, по всем тем процессам, которые происходят, ты уже можешь понять, как он будет работать дальше. И это некий такой, как испытательный срок, все равно в этом такой есть, он как бы присутствует. И тут, конечно, это действительно, то есть каждый специалист работает уже со своими людьми, которых он знает, а часто бывает, например, что тебя эти люди не устраивают, и здесь уже в частном порядке вы начинаете договариваться о том, что вот давайте ты там очень классный, но у тебя ужасная команда паршивая, ее нужно все поменять. И здесь, конечно, хэдхантера у нас нет, и это действительно просто приходят люди на некое собеседование, которое, как правило, тоже нам ничего не дает, то есть те названия проектов, где они работали, те люди, которых они знают. Вроде бы ты понимаешь, что человек имеет какой-то профессиональный опыт, какую-то компетенцию, но чаще всего, в общем-то, это может быть и не так. Поэтому только давать шанс, давать что-то попробовать сделать, и уже в процессе работы менять и делать какие-то перестановки. Есть внутреннее проверочное слово или проверочное ощущение, когда ты на собеседовании говоришь с человеком, и внутренне понимаешь, да, надо пробовать, или нет, это не подходит. Есть такое? Бывает по настроению, конечно, потому что особенно, когда мы создаем, то есть очень часто я вижу ну таких выгоревших людей, которые приходят зарабатывать деньги. Им вообще не важно, что ты снимаешь, им совершенно все равно, они в принципе не очень погружаются в какой-то там замысел, сценарий, твои цели. Это немножко отталкивает, пугает. В некоторых случаях, например, ты понимаешь, что в общем-то на этой позиции человек и не обязан гореть с тобой вместе одной идеей. Но чаще всего это влияет, я всегда думаю о том, что это влияет на климат вообще команды. То есть если в команде таких людей много, то чаще всего это очень заметно, что какой-то вот этот, ну вот этот вайп, такая как бы внутренняя погода, она начинает быть уже излишне токсичной, негативной, и она нацелена только на то, чтобы вот мы работаем по часам, мы здесь отработали, заплатите нам. И тогда все твои цели и задачи, они как будто бы остаются только внутри тебя, а команда этого не разделяет. Поэтому, конечно, очень важное у нас, ну как и в любом бизнесе, история – это завлечь так вот идеологически людей, с которыми ты работаешь, чтобы они были еще как-то вовлечены в материал, который получается, чтобы они верили в проект. Для этого, конечно, в кино придумано очень много еще с очень давних пор, там разных каких-то историй в виде таких каких-то праздников, каких-то традиций. То есть, например, вся съемочная группа всегда вот отмечает сотый кадр, двухсотый кадр, трехсотый кадр, потому что очень важно в такие праздники как бы поблагодарить съемочную группу за ту работу, которая была проделана. Значит, по окончанию проекта у нас это называется шапка. Шапка – это раньше просто там кто-то снимал шапку, туда складывали деньги, и как бы на эти деньги делалось некое застолье. Сегодня такая уже обязанность продюсеров устраивать такой как бы большой праздник, некий корпоратив, чтобы поблагодарить группу. И вот такие вещи, ну и вообще в целом какие-то приятные, какие-то вкусности во время обедов, вообще вкусная еда на съемочной площадке. Это все формирует какой-то климат, который безусловно влияет на работу. Особенно если мы же очень часто снимаем зимой, и это бывает и не в Москве. Вот у меня там два года назад были съемки в Мурманской области зимой, и все на улице. Это ужасно тяжело. То есть ты как бы физически от этого устаешь. Если не подкреплять группу какими-то вещами в плане того, что с кем-то нужно пошутить, с кем-то нужно наладить коммуникацию, пообщаться, кому-то принести какой-то подарочек. Если не кормить группу вот этой какой-то энергии, то и не будет фильма. Ничего не получится из этого. Поэтому здесь еще очень важно для нас такой психологический момент всегда держать какую-то хорошую погоду внутри для того, чтобы все, что происходит снаружи, оно на нас никак не влияло. Очень классный момент. Здорово, что вы про это поговорили. В бизнесе мы называем это корпоративной культурой или атмосферой точно так же. И тоже говорим про то, что ее нужно поддерживать. Это здорово влияет на результат. Если в бизнесе часто кажется, что человек это фактически функция, вот нужно перекладывать из одного места в другое, про кирпичи, наверное, не очень удачный пример, но запускать рекламные кампании. Вот такие от этой точки до этой точки, вот в таких сетях социальных, например. то и крупные компании точно, понимая на масштабах, как это работает, но и компании, которые лидеры своего рынка выстраивают отдельно и культуру компаний внутри и понимают, что нужно делиться энергией. И если сверху энергии нет, то понятно, что и снизу она практически никогда не возникает самостоятельно. Либо, если возникнет, то вектор этой энергии снизу может быть не таким, как ты предполагаешь. То есть она не твоя направление, совершенно другое. Здорово, что мы здесь остановились. У нас немножко времени, и у меня есть две темы, по которым хочется еще пройтись. Первая – это история про баланс хорошо, вовремя и в бюджете. Проект длинный, кинопроект длинный, и возникает много факторов, которые в процессе меняют изначальный план. Как вы балансируете между тем, чтобы выйти в срок в бюджет и выйти в том качестве, формате, в котором хотелось? Ну, безусловно, всегда это сумасшедший такой серфинг, и ты ловишь эту волну, в которой нужно как-то умудриться правильно просуществовать. Ну вот там один из последних примеров у меня, например, история переработок в кино, как раз когда 12 часов заканчивается, и нужно еще времени, это всегда очень большие затраты, потому что каждый час оплачивается дополнительно всем людям, специалистам. Очень большие переработки актеров – это прям сумасшедшие деньги, переработки объектов, всех технических групп, всей техники – это, в общем, очень большая весомая сумма. Например, иногда в каком-то процессе ты понимаешь, что это было не запланировано, но здесь нужно сделать час или два переработку. Иногда, например, исполнительный продюсер, который считает деньги, считает бюджет, он говорит категорически нет, мы не можем себе этого позволить, нам это не подходит, нам нужно сэкономить для того, чтобы дальше мы хотим потратить там-то. И может произойти такая ошибка, что вот сэкономив здесь вот этот один час, это потом выливается в то, что нужен новый, полноценный съемочный день. А съемочный день стоит в этом смысле в десятки раз дороже. И тут есть такое, что как бы скупой платит дважды, это прям абсолютно про нас. То есть нужно всегда понимать, что никогда нельзя говорить сразу нет, потому что очень много нюансов это нет могут потом превратить в какое-то новое-новое вообще целое приключение. И для этого может не быть возможностей. и поэтому продюсеры часто сталкиваются с такой ситуацией. Это совершенно нормальное явление, когда ты заканчиваешь какой-то проект, какой-то фильм и всегда ходишь у всех, просто просишь денег для того, чтобы тебе завершить производство. Это, к сожалению, так, потому что, в общем-то, то есть опять же, группа ушла, все уже там отработали, уже забыли, как тебя зовут. А ты остаешься с этим и юридически как бы обязанным, и еще как бы болеешь за тот результат, который хочешь получить. Иногда так бывает, что это невозможно исправить ни монтажом, ни графикой, ничем. Это нужно, и ты как бы тратишь дополнительный ресурс, вот, значит, потому что где-то там что-то пожадничали. Это всегда такой баланс, это всегда баланс относительно такого, то есть действительно творчества, где у тебя есть внутренние задачи, они могут не получаться на 100%, но есть какой-то уровень того, что ты хочешь увидеть. Ты смотришь, понимаешь, это где-то неплохо, и мы это сделаем как-то лучше потом на звуке, на цвете, на графике. Или это прям отлично, это получилось, или это совсем паршиво, и нужно что-то передумывать, переделывать, менять, вот для того, чтобы это как-то превратить в какой-то приличный вид. Это всегда очень сложный такой процесс, а еще бывает, что режиссер вообще не понимает, что происходит. Он в силу стресса просто не замечает, например, что он делает дубль за дублем, а там одно и то же, и это уже в принципе было так же снято, и все хорошо, можно успокоиться. А вот какой-то внутренний такой как бы перфекционизм, он все-таки двигает, особенно режиссеров-дебютантов, он все-таки двигает к тому, чтобы делать еще раз, еще раз то же самое, и при этом терять время драгоценное. Три градации я услышал, что сделано отлично, снято нормально, и не подходит, то есть не то, что мы хотели. Наверное, с крайними позициями понятно, что отлично, вопросов нет. Если не подходит совсем, надо переделывать, чтобы дважды не платить. Если это нормально, вы с собой как соглашаетесь, в какую сторону больше, стараетесь отлично перевести, или нормально, это тот результат, который хорошо проходит. А очень много факторов, которые действительно бывают, например, у нас же есть там репетиции, когда мы еще не снимаем, камера не снимает, а мы, например, делаем такой, то есть полноценный дубль. И в репетиции было просто отлично, тебе прям очень нравится, вы начинаете снимать, первый дубль, и вот не так, не идет. И потом еще, главное, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, еще хуже, хуже и хуже, а ты в голове помнишь эту репетицию, ты понимаешь, что вот же оно все было, сейчас вот это просто повторить нужно, ничего сложного, казалось бы, но не возникает. Надо, конечно, иногда уметь все-таки смиряться с тем, что этот результат, он может прийти случайно, а может вообще не прийти. Но есть определенный какой-то профессиональный коридор, в котором ты должен существовать, для того, чтобы получить результат, чтобы зритель, ну, как бы не корчился в зале, все-таки какие-то внутренние пункты, которые ты для себя ставишь, которые должны быть выполнены, все-таки они должны быть выполнены. Я всегда, как только у меня внутри вот это ощущение складывается, что я для себя все выполнил, у меня все есть, в принципе, если что, это можно только улучшить уже в монтаже, в постпродакшене, я перехожу к следующему кадру, не страдаю таким перфекционизмом, чтобы прям добиваться какого-то прям идеального результата, да, потому что можно, например, добиться идеального результата и снять, например, там 35 дублей, измучить съемочную группу всех артистов, а следующая сцена, которая идет там, ну, там уже после обеда или вечером, она может быть просто провалена тем, что ты просто не завалился в съемочную группу работой. То есть тоже баланс вот этого какого-то комфортного соотношения внутри, при этом, чтобы все действительно и напрягались, и отдавали себя в результат, но при этом не перегреть всех, не передавить в сторону того, что вот здесь есть отличный результат, а дальше все просто катится с горы, потому что нет ни у кого сил и нет ресурса. Волшебной таблетки, к сожалению, нет здесь, или волшебного решения простого. Да. В завершении хочется посмотреть на креативную составляющую, на составляющую идеи. Как, где вы находите идеи, и еще один вопрос положу сюда же. У нас в бизнесе мы говорим, мы смотрим на конкурентов, мы делаем анализ конкурентов относительно там своей ниши, например. У вас есть киноработы в вашей тематике, есть кинофестивали, где это отсматривается специально, есть большое количество точек, где можно подсмотреть, подчеркнуть. В какой момент это вдохновиться, в какой момент это взять и скопировать? Где идея, и как вы относитесь к заимствованию из каких-то других источников? Меня когда-то вообще учили и сказали такую фразу, которая меня прям напугала там 18-19 лет, что как бы не бойтесь воровать, вот потому что все изобретено в мире, каждая какая-то идея, она существует, есть огромное количество произведений, сделанных по этой идее, и в принципе очень большая преемственность у всего. Поэтому, когда тебе кажется, что ты что-то придумал очень там прям оригинальное, что-то такое прям уникальное, это скорее всего не так. Это просто твоя какая-то жадность и скупость на распространение этой информации. и бывает действительно так, что есть идея, она живет, ты начинаешь ей заниматься, и в какой-то момент ты сталкиваешься с каким-то кризисом, потому что тебе не хватает какой-то даже такой, ну как в спорте, наверное, это же бесконечные тренировки. Для нас, для режиссеров, нужно бесконечно все-таки смотреть кино и что-то читать, изучать вообще действительно ту нишу, в которой мы работаем, в случае меня, авторское кино современное. И никогда не получится так, что даже если ты возьмешь тот же сценарий и его начнешь снимать прям букву в букву, все равно это будет некий другой фильм, это будет другой результат. Естественно, ну как бы в кино также не приветствуется какая-то вторичность, как и в любом деле, поэтому всегда хочется найти какой-то новый градус и новый фокус того, за что ты берешься. А чтобы его понимать, нужно действительно много смотреть. Это такой всегда как бы некий тренажерный зал. Я там для своих как бы коллег очень-очень много составляю даже в каких-то списках фильмов, которые нужно посмотреть. Я бесконечно слежу за тем, что происходит, несмотря на то, что после 22-го года, например, там российское кино очень мало, представлено в мире, но все равно какие-то наши коммуникации держатся и как минимум нужно смотреть то кино, которое там номинируется на Оскар или попадает в конкурс Каннского фестиваля, потому что это формирование трендов на рынке. И там, независимо от того, что с нами сегодня происходит, мы так или иначе все равно в этом участвуем. Поэтому это какой-то процесс такой постоянной повседневной работы, как просто поход утром в тренажерный зал. Это безусловно важно. Мы подготовили небольшой список фильмов, которые бизнесмены стоит посмотреть. Я думаю, предполагаю, что большую часть из этого списка наши слушатели видели и смотрели, но поскольку мы сегодня говорили, что есть фильмы, которые не на один раз посмотреть, а те, которые остаются с нами надолго, и то, что снято 20, 30, 10 лет назад можно сейчас пересмотреть, получить другую информацию, другой угол или то же вдохновение, которое пришло к тебе после просмотра этой картины много лет назад. Поэтому списком поделимся, можно будет посмотреть и позаимствовать что-то к себе к бизнесу. Иван, вам хочу сказать огромное спасибо. Мне кажется, что сегодня произошла очень интересная беседа, которая показала, что индустрия в кино мне, как человеку неблизкому к этой индустрии, она была действительно несколько романтизирована. А получилось, что настолько много пересечений с бизнес-моделями, с планированием, с построением команды, с организацией работы внутри, с факторами, которые не зависят от тебя, но тебе нужно их решать постоянно, с балансом между сроками, качеством и тем, что ты задумал. с временем, когда твоя картина или проект должны выйти на рынок, но ты хочешь еще доработать и вот тут ты решаешь еще полгода или прямо сейчас. И то есть настолько это близкие и похожие вещи и вот те рекомендации или то рассуждение, которое сегодня произошло у нас, мне кажется, очень здорово помогут укрепить понимание, да, я действительно так делаю, или найти новую точку, новый взгляд на то, что происходит у нас в бизнесе. Поэтому огромное спасибо вам за эту беседу. Я благодарю вас, потому что действительно, то есть для меня это тоже такая редкая возможность пообщаться с вашими слушателями, поскольку я-то в основном обычно даю интервью каким-то людям все-таки синефилом или там киноманом, и это действительно важно иногда находить какие-то параллели, казалось бы, вещей, которые вообще не связаны. На самом деле мы правда понимаем, что процессы у всех очень похожи, очень много общего, и нужно делиться опытом для того, чтобы совершенствовать свои возможности, свои какие-то скиллы наращивать. И я надеюсь, я был понятен и чем-то интересен для ваших слушателей. Спасибо. Спасибо огромное. Однозначно, да. Всем удачи и в творческой части, потому что она присутствует везде и у нас, и у вас, и в бизнес-процессах, поскольку действительно мы завязаны на очень похожие вехи в производстве как кино, так и бизнес-проект. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо. Всего доброго и всем хорошего вечера.